Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля, опять прекрасная в кавычках погода. К нам пришло обещанное похолодание, минус один. Вот видите, мои тоннели все припорошила снегом. Это вот, это каждый год одно и то же. Посадишь, хорошая теплая погода. Потом обязательно будет снег раза три, будет град. Ой, бедные нарциссы в этом году даже не успели расцвести. В том году прям цветы нарциссы и тюльпаны завалило с угробом. И вот как раз у вас будет прекрасная возможность посмотреть на выносливость вот этих сибирячков. Я в шоке, конечно. Я в этом году даже не успела их прикопать. Видите, просто лежат эти поребриками вот так придавлено. Естественно, вчера, зная уже, что будет вот такой холод, я же контролирую прогноз, смотрю погоды, накидали все старые пленки сюда сверху, но тоннель не прикопан. То есть там не термос-тоннель, а просто под пленочным укрытием, вот так вот, как на живулено, на живую нитку. Я сейчас открывать не буду. Скажу только, что... Я позже покажу, открою сегодня же. Скажу только, что там пришлось мне поставить, зажечь свечи. Давно я не жгла свечи, года три не жгла свечи. Один раз даже свечами спасла теплицу, вот там вот, ну, на горе другая теплица. Также холодно, высадили и холод. Вот здесь у меня сейчас горят с этой стороны свечка, с той стороны две свечи. Одна масляная, вот, которая мне давали ссылку, долгоиграющая. Потом позже расскажу, сейчас здесь холодно. И две простых белых. Вот получается, нормальные люди в это время идут в церковь свечи сжечь, а я вот здесь в огороде. Ну ладно, будем ждать потепления. Сейчас пойду в теплицу, где я высадила вчера томаты. Там еще посмотрю. Но про теплицу я даже не расстраиваюсь. Я боюсь вот за этих малышей. И боюсь не потому, что я их рано высадила, я всегда так высаживаю. А боюсь потому, что термостоннель не успела сделать, бока не прикопаны. И мы получается, что как выкинула их бедных на мороз и не доделала свое дело. Хотела на следующий день утром, как обычно делаю, но полил дождь. Потом сейчас вот пошел снег. В такую погоду я тоже их не буду ничего с ними делать, ясно. Но будут сидеть на выживание. Как всегда, каждый год они бедные на выживание у меня. Все, до свидания. Желаю вам успеха. Знаю, что вы мне желаете тоже успеха. У меня одна женщина сегодня комментарий прочитала, спрашивает. Как вы, чем согреваете вот эти тоннели холодные? Ну, я ответила, преимущественно молитвами. Выйдешь, посмотришь и думаешь мысленно. Хотя я не религиозный фанатик. И думаешь, ой боже, спаси бедных этих растеньевцев. И всегда это срабатывает, всегда спасает. И тем более, я еще надеюсь, сейчас завтра такой великий праздник. Но неужели, боженька, в такой праздник так жестоко обойдется с моими малышами? Да нет, конечно, все выживет, все будет хорошо. Всех поздравляю с завтрашним праздником Пасхи. Желаю, чтобы Бог нас всегда слышал. Даже если мы никогда не просим Его, чтобы нас спасал и помогал нам. Вот нам с погодой он еще очень хорошо помогает.